В Сыктывкаре сегодня ледяная глыба упала на молодого человека. ЧП произошло в местечке лесозавод. Пострадавшего доставили в больницу. Страдают жители столицы Коми и от гололеда. Каждый день в городской травмпункт обращается порядка 80 человек. В основном это люди среднего и старшего возраста. По словам медиков, число пациентов выросло три недели назад, когда начались перепады температуры и тротуары покрылись коркой льда. Анастасия Тюрнина продолжит. На больничный Олег Лаюра вышел неделю назад. Несчастный случай с мужчиной произошел прямо у подъезда. Скользко было, стрыше там что вода замерзла, накапывала. Все, снегу еще не систили. Подсказнулся. Чуть ли сознание не потерял. Он лицом ударился, руку сломал. Медики говорят, 80% пациентов получили травму именно на улице. Пострадавшие, а это в основном люди среднего и пожилого возраста, жалуются на тротуарах и во дворах скользко. Удержаться на ногах просто невозможно. Травмы стандартны. Много пациентов с переломами луча в типичном месте, особенно у немолодых женщин. Растяжений по-прежнему много. Всякого разного рода раны, ушибленные раны. Падают и ушибаются о лед. Много посетителей сегодня и в ортопедических салонах. Пострадавшие все чаще покупают костыли, бандажи голеностопного сустава, подлокотники, эластичные бинты. Есть спрос и на недавно поступившие продажи специальные фиксаторы для обуви. В целях профилактики многие покупают антискользители, они называются гололеды. То есть фиксируются за носочек, за пятку и предохраняют от скольжения. В том, что во дворах скользко, жители столицы Куми винят коммунальщиков. Дескать, они не посыпают тротуары песком и не чистят их от льда. Коммунальные службы работают только в центре. Вот возьмите даже немножечко влево-вправо улицы, сплошной гололед и снег. В городском дорожном хозяйстве уверяют, тротуары и дороги посыпают каждую ночь. На дежурство выходят 8 разбрасывателей и 7 комбинированных машин. В этом сезоне они уже израсходовали 14 тысяч кубометров песко-соляной смеси. Осталось всего 2000. Впрочем, по словам специалистов, этого хватит, чтобы пережить гололед. Просто песок, он держаться не будет, морозы особенно. А песко-соляная, там 10% соль. Вот она и держится за счет соли. Призывать к совести коммунальные службы надо, но этого недостаточно, говорят медики. Сегодня в период гололеда нужно быть предельно внимательными, ходить осторожно и не торопиться. Лучше выйти из дома на несколько минут раньше, чем потом в месяц провести в гипсе. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Сыктывкаре небесная канцелярия сюрпризов не готовит. Ночью будет небольшой мороз, днем 2-3 градуса тепла. Поэтому горожанам на тротуарах и дорогах нужно быть предельно осторожными.